Русская служба новостей Как попали в море мертвые домашние животные и можно ли сейчас купаться? Новая опция. На сайте Министерства по налогам и сборам появился личный кабинет налогоплательщика. Дань подвигу. Героизм братских народов в борьбе с фашизмом обсудили представители научного сообщества и общественные деятели. Мечты сбываются. 60 тысяч петербургских выпускников и около 10 тысяч молодых людей из разных регионов России и городов ДНР приняли в ежегодном праздничном гуляне «Алые паруса». Абхазское морское пароходство во взаимодействии с пограничной и таможенной службами Абхазии отработали механизмы досмотра пассажиров при высадке и посадке на круизный лайнер «Князь Владимир». Генеральный директор Абхазского морского пароходства Даур Ардзенба проинформировал премьер-министра Александра Анкваба о запуске проекта в рамках сотрудничества с российской компанией-оператором «Черноморские круизы». В настоящее время круизным теплоходом «Князь Владимир» осуществлен тестовый заход в порт Сухума. Руководство Абхазского морского пароходства отрабатывает с уполномоченными учреждениями и компаниями республики организацию досуга туристов, экскурсионные маршруты и культурно-развлекательные программы. Премьер-министр подчеркнул важность расширения сотрудничества с российскими компаниями в сфере туристской индустрии. На днях в соцсетях появилось видео, на котором туши мертвых домашних животных выбрасывает на берег. В связи с этим жители и гости столицы обеспокоены состоянием морской воды. Как могли попасть в море эти животные и опасно ли сейчас купаться, выясняла Гугуца в Ардане. Купальный сезон в Абхазии открылся в середине июня. Вместе с этим на республику обрушились ливни и масштабные селевые потоки. Сразу после этого в море были замечены туши мертвых животных. Жители и гости республики обеспокоены состоянием морской воды. За комментариями мы обратились в санитарно-эпидемиологическую службу. Откуда именно на берег Сухумской бухты принесло мертвых животных, специалисты сказать затрудняются. Но подтверждают, что это локальная проблема. Возможно, сказались последствия ливней, которые нанесли огромный урон жителям сразу в двух районах республики, когда пострадали дома, хозяйство и скот. Даже сейчас в реках сохраняется высокий уровень воды. В высокой степени вероятности это сельскохозяйственные животные, которые утонули в процессе подъема воды в реках. Все знают, что у нас этот месяц был очень дождливый, что были наводнения локальные, локальные сходы селий. И поэтому животные, которые перемещались свободно, вполне могли попасть под такой разлив и, соответственно, утонуть. На берег выбросило пять поросят и одного теленка. Они были убраны незамедлительно сотрудниками спецавтохозяйства. По словам специалистов, в море туши животных пробыли не более суток. Разложиться не успели. А это значит, опасность распространения вредоносных бактерий минимальна. Зачастую море выбрасывает на берег и более вредоносные вещи. Особенно после шторма, утверждает Беляева. Связано это с загрязнением густя рек, в которые человек выбрасывает мусор. На некоторых водоемах даже образовались свалки. Все это течением уносится в море. Поэтому еще раз в очередной раз обращаюсь к нашим гражданам. Пожалуйста, не засоряйте реки. Берегите реки, берегите море, берегите нашу природу. После шторма, вот просто посмотрите, что выбрасывает в море. А откуда это попадает? Из рек. И в устьях наших рек, в месте впадения реки в море, мы купаться не рекомендуем. Хотя там обычно и нету таких пляжей, никто особо и не купается. Но тем не менее, дополнительно просим в устье реки Беслетка, допустим, не стоит купаться. Но река Озявшина выходит на территорию порта, там, в общем-то, купаться не получится. Но тем не менее, вот эти зоны, они у нас самые грязные всегда. Мы берем в устьях рек воду, и мы всегда видим превышение по санитарно-показательной флоре. Превышение очень серьезное. Пробы воды берутся еженедельно и не только в устьях рек. Специалисты СС также проверяют морскую и питьевую воду. Последние исследования до появления животных в море вредоносных бактерий не выявили. Многие также опасаются последствий прорыва дамбы на Каховской ГЭС. Ведь Днепр впадает в Черное море. Однако, по словам специалистов, жителям и гостям Абхазии беспокоиться не о чем. Мы прикрыты от устья Днепра к Крымским полуостровом. Морские течения в Черном море, это не секрет, вон карту можно открыть, посмотреть, идут так, что направлены не в сторону Абхазии, а в противоположную сторону. То есть, в первую очередь, это все принесло бы Румынии, Болгарии, Греции, потом Турции, потом Грузии, потом только нам. Что касается качества питьевой воды, то, по словам Аллы Беляева, ее лучше кипятить. Вода, конечно, имеет свойство быстро очищаться. Однако, не всегда результаты проб удовлетворительны. Загрязнение происходит в основном в период ремонтных работ на водопроводных сетях. Значит, по поводу «все нормально». Иногда бывает и ненормально, когда происходит порыв на водопроводной сети. Особенно, если пострадала труба достаточно большого диаметра, от 100 мм и далее. То, пока воду не отключили, она может загрязняться. Точнее, когда отключили воду, начинают ремонт. Либо вырезают кусок трубы, вваривают новый, либо наставят хомут или заваривают. Ну, там, в зависимости от объема повреждения. В процессе этих работ труба же текла. То есть, там полно вот этой воды. И вода, смешанная с землей, может попасть в трубу. Избежать этого, ну, нереально. Поэтому я всегда прошу наше население, для питья используйте кипяченую воду. Это надежнее всего. Если вам хочется некипяченой воды, пожалуйста, у нас в магазинах сейчас продаются в больших бутылях вода наших местных производителей. Она абсолютно нормальна. Анализы этой воды делаются регулярно. Пейте тогда эту воду. Ну, либо, если кто-то транспорт имеет, прочее, может поехать на источники. Тоже они нами контролируются. Набрать воды оттуда. Последний, вот недавно мы совсем проводили контроль Мельхиульского источника. И там, где у нас люди любят брать воду, в Бабушарах, походу на аэропорт. Там тоже мы отбирали воду в этом источнике. Вода нормальная. Можно брать, можно пить. Как утверждают специалисты, если подобные ливни пойдут вновь, то случаи появления в море тушь животных могут повториться. Последние результаты проб морской воды будут известны вечером 26 июня. Хотя, по мнению Беляева, из большой вероятности ничего опасного обнаружено не будет. Гугу Цавардания, Заур Кварчия, Абхазское телевидение. На сайте Министерства по налогам и сборам появился новый информационный ресурс – личный кабинет налогоплательщика. Теперь, чтобы сдать отчетность, не нужно посещать налоговые органы. Можно сделать это в режиме онлайн. Какие еще преимущества у новой опции, расскажет Асид Амалия. Личный кабинет налогоплательщика, который можно создать на сайте Министерства по налогам и сборам, разработан для повышения качества услуг ведомства. Ведь для того, чтобы, к примеру, сдать отчетность юридическим лицам, ранее приходилось заполнять форму на бумаге, предоставлять в налоговый орган и ожидать начисления. В 2021 году уже был реализован подобный продукт – это личный кабинет индивидуального предпринимателя. Данный сервис продолжает свою работу и на сегодняшний день им активно пользуется. Хотелось бы отметить, что на 2023 год 30% налоговых деклараций, сданных индивидуальными предпринимателями, которые состоят на общем режиме налогообложения, эти налоговые декларации были сданы посредством использования личного кабинета. Также мы подметили для себя, что эти 30% пользователей личного кабинета являются постоянными пользователями. То есть налогоплательщик, который единожды сдал декларацию через личный кабинет, он остается постоянным пользователем, не возвращается к предыдущей форме сдачи отчетности, то есть не сдает ее лично в инспекцию, а сдает ее онлайн, не выходя из дома. В будущем у нас планируется, что данный личный кабинет налогоплательщиков, он будет единой платформой для всех категорий налогоплательщиков. Наряду с тем, что данная услуга позволяет решать ряд задач в режиме онлайн, декларация еще и интеллектуальная. Главный инспектор управления информационных технологий министерства Тенгиз Ангваб в пресс-центре Абхазского телевидения рассказал подробно о преимуществах нововведения. Здесь такую немалую работу берет на себя машина, которая будет рассчитывать те или иные показатели. Соответственно, если мы знаем, что декларация состоит из шести разделов плюс еще приложений, то можно уже сразу отметить, что, например, первый раздел не будет налогоплательщикам заполняться вообще. Все, эту задачу берет на себя машина. Налогоплательщику нужно будет заполнять только те показатели, которые заполнены таким сероватым цветом. Соответственно, как вы можете видеть, это уже как минимум половина декларации, можно сказать, будет рассчитана машиной. Я могу вбить любое число для расчета налога, и в дальнейшем от того, что я заполню всего лишь две строки, уже заполняется и сумма налога, заполняется первый раздел. Далее, если я заполню те или иные показатели по контрагентам, по организациям, которые являются контрагентами для данного юридического лица, то это будет происходить со стыковкой информации у нас в налоговой базе. Применение личного кабинета налогоплательщика известно в ряде стран, и, как показала практика, он существенно упрощает задачу налогоплательщиков. Инспекторы на примере уже существующего кабинета юридического лица визуально продемонстрировали его в работе. По словам ведущего инспектора управления информационных технологий Мадины Ахба, на официальном сайте ведомства есть подробная инструкция по использованию личного кабинета. Таким образом, желающие упростить налоговые операции могут ознакомиться с тем, как просто и удобно заполнять декларации онлайн. Более того, личные данные пользователей будут под многоступенчатой защитой. В личном кабинете налогоплательщика на данный момент доступны такие разделы. Сдача налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость и просмотр карточки лицевого счета. Инспекторы ведомства уточнили, что введенные новшества в технологических функциях сайта являются лишь предложением для налогоплательщиков, а не обязательством. Асида Малия, Абхазское телевидение. В Туарчале продолжаются работы по благоустройству города. Завершена укладка тротуарной плитки на пешеходной части моста через реку Алсга. Подходит к завершению и реконструкция центрального парка. Все подробности в материале Лауры Капш. Парк Туарчала – излюбленное место отдыха горожан. И в последнее время здесь заметны кардинальные изменения. Широкая центральная и боковые дорожки покрыты двухцветной тротуарной плиткой. В парке установили детский игровой комплекс, фонари для вечернего освещения, лавочки, мусорные урны, а также столы для игры в настольный теннис. Обновлена детская площадка. По мере проведения ремонта появляются дополнительные работы. Так, например, из-за повышенной влажности пришлось поднять землю на 40 сантиметров. И лишь потом класть брусчатку, отметил Исидор Дочия. Смертная стоимость примерно около 10 миллионов рублей. Это было заложено в бюджет, это из фуриканских денег. Но мы потратили здесь уже более 15 миллионов рублей. Как видите, в последней штрафе щебень завезли на 200 с чем-то тысяч рублей. Нам приходится потом раздровнять и потом травку посадить, чтобы это было красиво, удобно. Ночью здесь очень красиво. Знаете, весь город фактически собирается здесь. Теннисные корты смогли поставить дополнительно. Это в смету не входило. То есть от 10 миллионов мы добрались до 15 с чем-то миллионов рублей. К 30 сентября текущего года также планируется реконструировать в парке фонтан, который начали строить еще в 80-х годах. Но из-за военных действий не завершили, отметил Исидор Дочия. На восстановление фонтана по смете заложено 35 миллионов рублей, 20 из которых выделено из республиканского бюджета. Основные деньги, собственные средства, здесь должны искать дальше. У нас здесь лестницная площадка, соединяющая нижняя площадка, верхняя площадка. Нужно нуждается в реконструкции. Надеемся, до конца года мы ее проведем в порядок. В перспективе у нас еще стадион. Фактически у нас мы остались без поля. Дети не могут играть в футбол. Нам пообещали помочь друзья. Мы проведем подготовительные работы. Это немножко для нас неподъемное. Но, надеюсь, правительство, президент пообещали. Надеемся на премьер-министра, что помогут. И мы до конца года у нас будет стадион, где в следующем году будем участвовать на чемпионат Абхазии. В этом году мы допустим шахты. Там более тысячи рабочих мест. То есть пообещали миллион тонн добища в год. То есть существенно поменяется ситуация в Кварчелле. Не должны были асфальт положить до водопада, Акарманское шоссе. У нас это пока не получается. Надеюсь, в течение месяца пообещали, начнется покрытие асфальта в этом направлении. Тогда поток увеличится. И какую-то копейку у нас все равно будет впадать в бюджет город Кварчалта. Также завершены работы по замене кровли пятиэтажного дома номер один по улице Горького. Крыша здесь не ремонтировалась более 20 лет. Из-за высокой влажности и дождливой погоды старый шифер лопнул. Вода стала просачиваться в квартиры жильцов. На сегодняшний день покрытие крыши профнастилом уже завершено. Пятиэтажный дом заселен на 80%. Начали мы 2 марта. Проблема была, текла. Был старый шифер лежал. Он нам лопнул весь. Лопаться начал. И жалобы жильцов, что течет. Работы выполнены на 98%. Крыша закончена. Осталось подосточные трубы опустить. И все, мы подадим последний акт завершения для работы. Профинансировано 2 миллиона 899 тысячи. И остаток, наверное, я надеюсь, что нам доплатят половину. 50% уже проплатят. И работа за год. Работы по замене кровли проводила фирма «Стройдом». На эти цели было выделено более 6 миллионов рублей из республиканского бюджета. Площадь покрытия – 1464 квадратных метра. Лаура Капш, Заур Кварча, Абхазское телевидение. В Гале идут работы по очистке ливневой канализации. Работы проводятся силами управления городского хозяйства. Все подробности в материале наших коллег из Галтовы. Нередко во время сильных дождей в Гале затапливают частные дома и приусадебные участки. Для решения этой проблемы работники управления городского хозяйства на нескольких улицах начали работы по очистке ливневых канализаций. В УГХ поступает много заявлений от жителей. Мы стараемся реагировать на все заявления. Хотя у нас очень слабые возможности, мы рассматриваем все заявления и распределяем по службам. И делаем все возможное, чтобы помочь людям. Особенно во время сильных ливней страдают горожане, живущие вблизи рек. Они выходят из берегов и затапливают дома. Ливневки также нередко бывают причиной затоплений. Хотя их функция – вывод дождевых и талых осадков. Но из-за того, что ливневки часто забиваются и в воде некуда выйти, происходит затопление частных участков. Семья Гигич-Гириная сталкивается с проблемой подтопления уже более 30 лет. Но в последнее время она обострилась из-за старой ливневки, которая не справляется с дождями. Ливневка закрытого вида и пролегает под землей. До нее сложно было добраться без специальной техники. Гига жалуется, что после недавнего дождя в доме вода стояла почти до колена. Испортилась мебель и техника. Пострадал и огород. Все, что было посажено с трудом, вряд ли теперь даст хоть какой-нибудь урожай. Во время ливневых дождей вода заходит в дом и поднимается до колена. Эта проблема существует еще с моего детства. Ливневки не чистились очень давно, они забиты. Возможности выйти для воды нету и происходит затопление. Большое спасибо администрации за поддержку и помощь. Надеемся, эта проблема будет решена. В управление городского хозяйства поступило заявление от жителей города Гал. Это улица Кецпа, улица Харазия и улица Гагринская. Не только летний сезон, после дождевой погоды и зимний период затапливают их дома. Мы создали комиссию в лице нашего начальника Дмитрия Александровича Адлиба. Выехали на место происшествия. И у них очень сложная ситуация, потому что невозможно на первом этаже жить. Идет затопление уже в течение 30 лет. Вы сами видите, никто не чистый ливневки и канавы. Ну, такие ситуации в многих участках в городе бывают. И по чуть-чуть думаем, исправим. И стараемся как-то поддерживать людей. Не только с нашими усилиями, они тоже помогают нам. И вместе кое-как будем решать вопросы. От подтоплений страдают и другие участки города. И хоть ОГХ не раз проводила работы по очистке ливневых канализаций, эта проблема всё равно существует. В них накапливается различный мусор, листья, песок, камни. Соответственно, образуются засоры, которые снижают рабочие характеристики коммуникации. Иногда сами жители вместо того, чтобы приводить ливневки в порядок, бросают туда мусор. Что категорически нельзя делать. Если будет соблюдаться чистота и производится своевременная очистка ливневых канализаций, проблем с затоплениями станет намного меньше. Убеждены специалисты. По приказу министра внутренних дел Роберта Киут, сотрудники управления госавтоинспекцией совместно с Управлением экономической безопасности и противодействия коррупции МВД проводят профилактические мероприятия на территории прилегающей контрольно-пропускному пункту ПСО. Все подробности в материале пресс-службы ведомства. В связи с частыми обращениями граждан и жалобами туристов на нарушение общественного порядка и ситуацию с парковкой на территории прилегающей контрольно-пропускному пункту ПСО по приказу министра внутренних дел Роберта Киут, сотрудниками УГАИ и Управления экономической безопасности и противодействия коррупции совместно с оперативными подразделениями УВД по Гагарскому району проведено рейдовое профилактическое мероприятие на указанном участке. По приказу министра внутренних дел Управлением госавтоинспекции Республики Абхазия совместно с Управлением экономической безопасности и противодействию коррупции на прилегающей территории к контрольно-пропускному пункту ПСО проводятся профилактические мероприятия. С водителями маршрутных такси и рейсовых автобусов проводятся беседы о том, что необходимо соблюдать правила дорожного движения при перевозке людей. Также проверяются лицензирующие документы на право перевозки пассажиров. Порядочивается парковка маршрутных такси и рейсовых автобусов. С водителями маршрутных такси и легковых такси проводятся беседы. Они проверяются на состояние опьянения и проверяются документы, позволяющие перевозить людей. Ряд водителей направлены на свидетельство на состояние наркотического опьянения и на факт употребления алкогольных напитков. За ходом рейда следил заместитель министра внутренних дел Беслан Чкадуа. Он поручил личному составу ежедневно осуществлять контроль на данной территории. Сотрудникам поручено навести порядок на выезде с границы, упорядочить парковку машин и запретить стоянку автотранспорта в местах, не предназначенных для этого. Рейдовые мероприятия продолжаются далее. Международная научно-практическая конференция «Подвиг братских народов в борьбе с фашизмом», посвященная 82-й годовщине начала Великой Отечественной войны и 80-летию победы в битве за Кавказ, прошла в столице. Не приняли участие историки и общественные деятели. Алика Трапш расскажет подробности. Увековещение памяти погибших защитников Отечества – главная цель научно-практической конференции, посвященной 82-й годовщине начала Великой Отечественной войны и 80-летию победы в битве за Кавказ. Представители научного сообщества, общественные деятели собрались на одной площадке, чтобы обменяться мнениями о Великой Отечественной войне. Мероприятие организовано Государственным музеем боевой славы имени Владислава Ардзенба совместно с представительством Росстатрудничества в Абхазии и Республиканской общественной организации по убеговещению памяти погибших при защите Отечества «Абхаз-Поиск». Летом 42-го года вся Абхазия жила в суровой прифронтовой жизни. Жители республики в едином боевом строю отстаивали каждую петь родной земли, преграждая гитлеровцам путь к нефтам за Кавкази. Народ Абхазии, несмотря на чрезвычайно сложные условия, когда враг подступал к границе республики по перевалам Клухорским, Марокским и Санчарским, самоотверженно лицом к лицу встретил на вершине гор нацистское зло. Долгие 14 месяцев шли жестокие бои на Кавказе и страшная цифра потерь миллиона отданных жизней и изломанных судеб. Это очень дорогая цена, которую заплатили за победу в этом стратегически важном рубеже. Пожалуй, невозможно переоценить мужество и героизм защитников Родины, разгромивших фашистских захватчиков, оборонявших Кавказ 442 дня. Международная научно-практическая конференция – это возможность отдать дань подвигу советских солдат, труженикам тыла, которые героически защищали свои земли и не дали пройти врагу. К сожалению, в настоящее время многие пытаются переписать историю, перечеркивая подвиг советских граждан в Великой Отечественной войне. Доктор исторических наук, заведующий отделом истории Абиги Аслан Авицба, свой доклад посвятил исторической памяти народа в Абхазии и Грузии о Великой Отечественной войне. В рамках названной диалоги в Грузии при президентстве Саакашеве настаивали о том, что в кавычках грузины участвовали не в Великой Отечественной войне советского народа, а во Второй мировой войне человечества против нацизма. Тогда же поставили вопрос о переносе празднования Дня Победы с 9 мая на 8 мая. Этот процесс не мог обойтись и без знаковых событий. Политическая власть в Грузии решила в декабре 2009 года снести мемориал славы в городе Кутейси. Во всем этом, конечно, был геополитический подтекст. Кандидат исторических наук Саслан Салакая рассказал о том, как Великая Отечественная война отражена в абхазской исторической науке. Доктор социологических наук Максим Баськов свой доклад посвятил борьбе воинов-абхазов против украинского неонацизма. Международная научно-практическая конференция состояла из двух секций – военно-исторической и научно-практической. Заместитель директора Государственного музея боевой славы имени Арденба, руководитель Республиканской общественной организации «Абхазпоиск» Николай Медвенский рассказал о поиске останков советских солдат в Абхазии, которые были начаты в 2012 году при участии Минобороны, пограничного отряда СГБ, МЧС, историков и продолжаются по сей день. Ну, около 100 человек нашли. Скажем так, не всегда останки целостные, в основном, дефрагментированы. Почему? Потому что, во-первых, сыпуха. Когда скелет человека может растащить на, допустим, 10 метров. Но, тем не менее, его надо поднимать, этого бойца, его надо затащить в протокол эксгумации, документировать. Опять-таки, мы работаем не только на территории Абхазии, мы выезжаем. То есть, мы в Ставрополе работали, под Вагоградом работали, под Ржевом работали. В сентябре месяце прошлого года и так далее, и так далее. Стараемся приглашать ребят-поисковиков сюда и, в свою очередь, приезжать до Атуба. В работе Международной научно-практической конференции «Подвиг братских народов в борьбе с фашизмом» приняли участие в онлайн-режиме и российские ученые-историки. Алика Трапша, Алексей Агухава, Абхазское телевидение. Продолжаются поездки в Республике Северного Кавказа руководителя благотворительного фонда «Помним» депутата парламента Леонида Лакербай и представителя фонда Леали Чемагуа. Поездки организованы в рамках плана мероприятий, посвященных 30-летию победы в Отечественной войне народа Абхазии. На этот раз путь в делегации лежал в Южную Осетию и Чечню. Согласно утвержденному плану празднования юбилейной даты, одним из основных пунктов обозначено посещение родителей погибших добровольцев. Все поездки в основном финансирует правительство страны. По словам Леонида Лакербай, еще остались порядка 20 добровольцев, чьи семьи живут в разных регионах России. И им обязательно будет уделено внимание. «Сделано хорошее дело. И, конечно, я просто поражен тем, как сами родители. Везде, во всех этих республиках. Вот сегодня тому свидетельство отношения, которое было проявлено родителями. Это 15 семей погибших здесь, в Чечне. Это лишний раз говорит о том, что нам надо это все помнить. Ведь эти люди сегодня и в возрасте уже, чьи сыновья пришли на защиту Абхазии, не пожалели жизни своей. И никто нас в этом не упрекает из них. Наоборот, они благодарны нам за то, что мы помним их. И действительно, я хочу напомнить нашим, в том числе телезрителям, что все эти родители получают пенсию, как семьи погибших у нас в Абхазии, в обязательном порядке. Что комиссия, которая работает по поиску пропавших без вести, там есть и добровольцы из разных регионов Северного Кавказа, в том числе из Чечни еще 6 человек. То есть работа идет полным ходом. Но самое главное, мы должны понять одно. Надо постараться чаще общаться. Мы, конечно, пригласили их всех на торжества, связанные с 30-летием Победы. Это правда. И мы надеемся, что все они приедут. Но желательно делать эти мероприятия чаще. Может быть, в другом формате. Но чтобы они понимали, что мы их помним. А самое главное, чтобы мы действительно помнили, знали и ценили тот вклад, который сделали добровольцы. Расширенные репортажи о поездке абхазской делегации в Южную Осетию и Чечню и о состоявшихся там встречах смотрите после выпуска новостей в рубрике «Амши» к Шараяцу. Ускоренные курсы по изучению абхазского языка начали работать при управлении по государственной языковой политике. Курсы бесплатные. Они разработаны для тех, кто сдает экзамены по госязыку для получения гражданства Абхазии, а также для всех желающих. Первая группа состоит из 12 человек. Занятие ведет преподаватель кафедры абхазского языка Агу «Любовь Цвейба». Продолжительность курса в 4 месяца. После их прохождения будет выдаваться сертификат об элементарном уровне знания абхазского языка. 16 лет в эфире. Телеканал Абаза ТВ празднует свой день рождения. 26 июня 2007 года на экранах телевизоров впервые появилась заставка Абаза ТВ. Диктор произнес первые слова приветствия. Все эти годы телеканал радует, удивляет, волнует. Новости, передачи на различную тематику. На абхазском и русском языках. Кинофильмы, мультфильмы. Специальные проекты для самых маленьких. Все это входит в ежедневную сетку вещания канала. За годы существования телеканал Абаза ТВ успел полюбиться многим. Дороже всего внимания, любовь и критика зрителям. Мы поздравляем наших коллег с праздником и желаем им хороших новостей. Отгремел ежегодный выпускной бал в Санкт-Петербурге. В ночь с 24 на 25 июня для выпускников со всей России на Дворцовой площади прошел фестиваль «Алый паруса». 60 тысяч петербургских выпускников и около 10 тысяч молодых людей из других регионов Российской Федерации, попрощавшихся со школой, приняли самое непосредственное участие в праздничном гулянии. Почетными гостями праздника стали 430 выпускников из городов ДНР. В эти дни в северной столице находится наша съемочная группа, наши коллеги Давид Аветсба и Наур Гумба. И, конечно же, они не могли не воспользоваться возможностью осветить это грандиозное мероприятие. Репортаж подготовила Сарья Кварацхелия. В этот момент у Дворцовой площади проходит концерт, в котором принимают участие звезды российской эстрады. И, конечно же, открыл этот концерт губернатор Ленинградской области. Он выступил и поздравил всех выпускников с тем, что впереди у них светлое, хорошее будущее. После того, как этот концерт завершится здесь, Троицкого моста, мы начнем наблюдать за тем, как Брик будет приближаться к Дворцовой площади. Там же он развернется. И это все будет сопровождаться пиротехническим шоу. Ну и, конечно же, музыкальное сопровождение будет играть камерный оркестр, который уже начинает потихонечку свою работу. Ни у кого в мире нет такого праздника. Санкт-Петербург в эту волшебную ночь дарит самый волшебный мост, самую романтичную набережную и самую красивую площадь. Малые паруса, конечно, самый, наверное, крутой праздник, потому что корабль, это же мечтает. Ну, как все, как писалось в книге прямо. В этом году с алыми парусами связаны сразу три юбилея. 320 лет назад был основан Санкт-Петербург. Век назад Александр Грин опубликовал свою повесть про Ассоль и Грея. И, наконец, 55 лет назад состоялся первый праздник выпускников в Ленинграде, положивший начало этой прекрасной традиции. Все это, конечно, располагало к тому, что шоу 2023 будет особенным, еще более красочным, впечатляющим и ярким, чем прежде. Так и получилось. Но вдобавок оно оказалось еще и самым концептуальным. Главными темами вечера стали связь времен и вечные ценности. Концерт объединил рок-легенду Чаев и звезд нового поколения, хотя и последние исполнили некоторые хиты прошлого века. Пусть все будет так, как ты захочешь, Пусть твои глаза, как прежде, горят. Я с тобой опять сегодня этой ночью, Ну, впрочем, ну, а с ночью, Следующей ночью, Следующей ночью, Если захочешь, Я опять у тебя. Амизан сцены театрализованной части шоу дали возможность каждому зрителю совершить путешествие во времени и вернуться в 1968 год. Название каждого номера соответствовало определенной временной эпохе. 60-е, 70-е, 80-е, 90-е, нулевые и наши дни. Представление в акватории Невы напомнило, что любовь к родине актуальна во все времена. Все в детстве читали одну из самых романтичных повестей Александра Грина «Алые паруса». Девочки в роли о соль мечтали о капитане Грея, а мальчишки ассоциировались с ним себя. И только в Петербурге можно опять очутиться в этой сказке и своими глазами увидеть фрегат с настоящими алыми парусами. И вот под залпы салютов «Алый парус» вошел в створку Троицкого моста. Проследовал вдоль дворцовой набережной, затем завершил разворот. Именно в этот момент тысячи выпускников по всей стране загадали желание, которое обязательно исполнится. С чего начинается родина? С картинки в твоем букваре. Приглашение на «Алые паруса» в этом году получили около 60 тысяч петербургских выпускников и около 10 тысяч выпускников из других регионов России. Почетными гостями праздника стали 430 выпускников из городов ДНР, включая Мариуполь. Сарик Вратсхеля, Давид Авецба, Абхазское телевидение. И в завершении выпуска традиционно о погоде. По сообщению Гидромедцентра, во вторник, 27 июня, на территории Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, временами дождь, возможно, гроза. Температура воздуха ночи плюс 17-22, днем 22-27. Температура морской воды плюс 23. На этом наш выпуск завершен. Всего доброго и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин